Пластилин, он удобный, потому что он твердый. Пластилин Джои, он легко смешивается. На нашей студии есть люди, которые пластилином пишут картины и иконы. У нас есть такая художница Галя, которая написана по специальности, и вот она пишет икону пластилинам, и даже батюшке она приносила, дарила такой подарок, и как бы все сказали, что да, ну, можно, можно это сделать, действительно, потому что очень красиво. Этот пластилин, он дает, как бы, хорошие цвета. Следующий пластилин, это вот такой, который мы используем, и один пластилин я не принесла, это обычный скульптурный пластилин, из него мы имитируем материалы. Как я уже говорила, есть несколько вариантов съемки мультипликаторов. Например, объемный, вот когда мы снимаем вот так вот, то есть мы героя поставили, мы поставили героя, и вот стоя мы его снимаем. Он у нас может так вот кататься, как колобок. Но в чем минусы? Если нас герои должны подпрыгнуть, например, нам ему приходится делать какие-нибудь подпорки, зубочисток. Поэтому очень часто героев снимают технику перекладки, когда камера ставится сверху, а не сбоку, и тогда снимать становится удобнее. Вот мы сейчас с вами попробуем это сделать. В идеале камера должна быть как можно лучше закрепленной. Иногда на нее даже вешают что-нибудь тяжелое, прям на сам штатив. Саша. Отлично. Сейчас мы с вами попробуем оживить нашему первому герою. Я на нем покажу, буду на нем тренироваться. Клеплю симпатичный фон к столу. Ой, обратно. Сделать, обижался. Ну что, ты слепил в чем-то? Ну и все. Мама что-то сделала? Мама. Ну покажи, и что мама? Ну, папа, ты что-то делаешь. Мы сейчас делаем, что у нас веди. Садим маленький. Садим маленький. Садим. Покажи мне, давай. Так, создаем пространство на нашем герое. И делаем первый кадр. На самом деле, в мультфильме, как и в кино, по правилам, должно быть 25 кадров в секунду. То есть, нужно снять 25 фотографий, для того, чтобы у нас получилась секунда мультипликации. Какие есть правила? Во-первых, мультипликаторы сократили количество кадров в секунду, и теперь, для того, чтобы снять одну секунду, можно сделать не 25 кадров, а 12. Это выяснило опытным путем Голл Диснеи. В детской анимации очень часто снимают не 25, а вообще 10 или 8 кадров в секунду. То есть, еще раз я повторю, чтобы вы запомнили, для того, чтобы снять мой фильм, из одной секунды времени нам нужно снять минимум 8 фотографий. Это на самом деле очень непросто, но если стараться, то дело того стоит. Следующий момент, который я бы хотела вам рассказать, его очень удобно показать вот на этом вот парне. Вот парень, да, ничего, что извините. Ну, так. Смотрите, я его двигаю на очень большие расстояния. Примерно на сантиметр, даже больше, наверное, на два сантиметра. И сейчас вы увидите, что он у нас делает. Он у нас летит, да? Для того, чтобы он летел, я ему меняю фазу крылышков. А летать, вообще, пониматься очень просто. Нужно крылышки то вверх, то вниз. И тогда получается самый простой полет. Ты полетел уже. Видел? Спине. Вот здесь что удобно? Если бы он у нас был объемный, то тогда было бы не так удобно, да, потому что он бы приходилось его как-то крепить. А из-за того, что у нас камера стоит сверху, то это очень удобно. Мы можем его в полете еще и вращать. Здорово. Сейчас вы увидите, как он у нас быстро пролетит. Он у нас очень быстро пролетит из-за того, что я дремела его на расстояние по два сантиметра. В анимации так двигается только тот предмет, который двигается очень быстро. Вот самолет, например, или машина. Если мы разыгрываем сцену, в которой персонажи у нас держатся за руки, идут, или в которой они у нас метро танцуют, или в которой персонаж загадочно лукнулся, то движение делается по доле миллиметров. Давайте посмотрим, какое у нас вышло движение. Вот здесь у нас стоит 25 кота в секунду, мне не нужно. Сейчас будет 8 кота в секунду, потому что у нас... Какая? Прощенная футболация. Вот он полетел. Скотик. Что удобно? Кукла у нас сломается однажды, а летать так он может теперь уже вечно, потому что он у нас вошел в 100 лет. Поэтому сейчас я бы вам хотела предложить сделать такой эксперимент. Третий. Отлично, отлично. Чудесно. Сейчас я возьму трех персонажей. Так не упадет к ней в голову. Нет, не упадет. Нет. Да. Стативы есть очень разные. Сейчас тяжелее статив, чем на самом деле удобнее. Он у меня сейчас не очень удобный такой статив, но зато он очень легкий. Вес удобный. Ой, какой-то. Ты сам ступил что-ли? Я ступил. Я ступил. Ты сам ступил. Мама ступил. Сейчас у меня в барышу заходит персонаж. У меня тоже должно быть очень быстрое движение. Поэтому... Зима, она поцелу походки очень просто. Я ему просто раздвигаю ножки в одном кадре. А в следующем кадре ноги сжимаю. Слепи. И получается, что он у меня идет. Это очень простая схема походки. На самом деле, профессиональные мультипликаторы делают про 10-12 фаз. Для того, чтобы персонаж плавно и хорошо шумится. Но такая походка, она тоже нужна, потому что там как раз входят все мультяшные герои. Так, сейчас идем чуть-чуть с кем ромоком. Он будет классический. Пускай, видите? Какой? Ну, конечно, пускай. Продолжение следует. Продолжение следует... Сейчас. Сейчас. Вот он у нас пришел. Вот это? Вот это твой? Зеленый. Да. Так, берем. Вот это не ходит с шашкой. Детский. А как вы ходите, скажи, Саша. Так, а... Следующий. А вот этот вот чей герой? Это мой. А давайте лучше детский. Саша. А детский еще? Саша. А где его хозяин? А, да. Ой, потом глаз. Там, прибавили? Так, я бы хотела вызвать на площадку хозяев этих героев, чтобы мы сейчас с вами попробовали их прям подвигать. быстренько так. Ну, еще. Так, иди, как вы летающие. Так, ребят, смотрите, первое, что нужно соблюдать, можно стоять очень аккуратно и не шатать штатив. Если мы будем шатать штатив, то у нас будут землетрясения. и возьмем, ты стои здесь, а чей синяки... Ой, так, вот это подходи туда, что тянет. И сейчас продвиньте ваших персонажей чуть-чуть поближе к карте. А тебе, наверное, с солдатиком тоже? Возьмите сейчас карте вашего персонажа и продвиньте вот на буквально сантиметрах. У нас с вами быстро... Вот, так, солдаты. Солдаты у нас ноги еще будут. Солдаты чуть-чуть. Да, я уже смотри. Да, я уже смотри. Да, давайте подвинем еще чуть-чуть поближе. Сейчас будем надеваться по ним. Сейчас надо. А то, что нам не голодает как раз. Чтобы они у нас выстрелились в кадре красиво. Внимание, снимание. Пока я снимаю, лучше в кадр не засовываться. Смотрим, что в человечки. Видишь, светлое движется. Давайте дальше надвигаем. Мальчики дырели, да? Сейчас они будут двигаться там. Все в сражаться с ними. Смотрите, есть такое правило еще в анимации. Если вы хотите, чтобы движение было красивым, если у нас персонаж идет вниз, то юбка у него должна лететь вверх. Тогда очень все хорошо получается. Это же касается... Ой, голова сейчас у нас чуть-чуть застряла. Голова может вращать глазами. Уши могут не решить. А вот синий, да, щелочек твой? Точнее, папа. Нет, синий не ел. Подожди, а твой где? Нет, это... А, вот это, все. Кто же из этих? Кто же из этих? И давайте сделаем какое-нибудь им движение. Сейчас чуть отъеду. Потому что они нас чуть-чуть не умещаются. Да, немножко. Жерстуки получились. Крупные. Так, сделаем движение. Когда мы работаем с детьми, очень часто у нас набегает по 10-15 человек вокруг стола. Это очень, конечно, такой рискованный момент, но зато это очень здорово работает как команда образования. Через какое-то время дети начинают уважать территорию друг друга, и это очень здорово работает. И в анимации классно то, что у каждого всегда находится свое место. Кто-то классно лепит, кто-то классно двигает, кто-то может здорово озвучить. Раз, два, три ручки убираем. И сделайте еще какое-то движение в том же направлении, в котором вы сделали, но небольшое. Так, кто у нас еще остался? Вот эти двое, да? И котик. Личный инвалид. Личный, отличный. Ну, надо было ему внизу белым. Это было бы оборудование. Так, внимание, снимание. И еще одно движение. Еще одно? Все, по-моему, он уже больше не может. И еще одно движение. И еще одно движение. Продолжение следует...